Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и продолжайте смотреть прохождение на божестве за Венгрию Сидмерс Цивилизацион 6. С очень важным условием я всем встречным поперечным цивилизациям должен объявлять войну. Если вы случайно отмечаете на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии и т.д. и т.п. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое им спасибо за поддержку. На этом свою рожу вырубаю. Кто людям не нравится смотреть, кому-то, хотя там всегда кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому не нравится, считают, что большинству не нравится. Кому нравится, считают, что большинству нравится. Короче, такое. В общем, вышли в возрождении, к сожалению, в нормальный век. Но, по-моему, одного очка эпохи не хватило, к сожалению. Давайте думать. Ну, реформы денежного обращения вряд ли. Ну, вот исход евангелистов можно опять попробовать. Но тут уже тяжеловато будет распространять. Тяжеловато. Знаете, что я подумал? Что я не увидел ни одного уникального юнита Александра Македонского. Но, правда, понятно, что уже поздновато для них с другой стороны. Но все равно ни гипоспистов, ни гитайров как-то ко мне не приехало. А, слушайте, так уже и даже по силе и Александра... В общем, я уже всех притушил практически. Ладно, давайте думать, что выбирать. Значит, исход евангелистов тяжеловато будет обращать города. Новый континент. Я не собираюсь ничего еще открывать. Торговые пути и районы. Много ли я вообще тут районов еще построю? Хорошо. А что по торговым путям? Как бы мне посмотреть, где у меня уже есть... Не путям, точнее, а торговые посты. Где у меня уже есть торговые посты, а где их нету? Блин, еще бы вспомнить, где это пишется. Дворец. Ну, в будде, по-моему, точно должен быть. Нет? Блин. Это вот немножко кривая, конечно, штука, которая не пишет, где торговые посты есть. Оно где-то пишется, на самом деле. Но я в упор не помню где. По-моему, где-то вот в этих вкладках. Но поди найди. Рост через 4. Нет штрафов. Ну, в общем, в комментариях напишите, конечно. Но хотя это поздно будет. Уже тем не менее. Ваши верования. Может, по-моему, наоборот, оно не пишется, если его нету. Не, ну я же эспешно, например, в будду отправлял. То есть, по-любому должно в будде быть. И вообще в столицу несколько отправлю. Это в других городах может не быть. Блин. Ладно, давайте. Блин. Хорошо. Новые континенты чудо-природы. Вот я вот чудо-природа не нашел. Сколько я континентов вообще уже? Четыре. Четыре континента. Одно чудо. Вот тут, да? Блин, тут что-то далеко до Португалии. Неужели тут плыть надо? Вообще-то, ну, реально тупо далеко от Шенгетти. Кстати, а у меня караваны дают, Веру? Дают, отлично. Это очень круто. Вот Шенгетти. Ладно, давайте монументальность. Как-то, ну, это очень-очень общая такая штука. Так. Из Дьера. Видимо, в Болонию. Или в Волен. Давайте в Волен. Все-таки еще одно производство будет даваться при этом. Так. Дальше. Я думаю, что мне надо образование открывать. Ученого я вряд ли получу. А вот всякие универы построить. Ну да, до ученого тут далековато. Ну и, видите, я наполовину по очкам... А, по науке отстаю. В половину. Ну что, попробуем Эвру захватить. Или давайте пока... Так, сколько еще ходов ей до отваливания? Четыре. Давайте я культурки тут... Что фиг знает, когда я тут до десяти. Да, тут долго до десяти. Я бы так открыл госслужбу. Подожди, хотя подожди, а нафига мне госслужба? А, я в гильдии шел. В гильдии ради соседства промышленной зоны. Да-да-да. Точно-точно. Ну и потом надо будет в средневековые ярмарки и торговую республику. Так что нормально тут потырить немного культуры. Так, сколько в Болонии стоит? Двести сорок. Да, денег у меня пока нету. Тоже в упор не помню, что я там купил. В конце прошлой серии. Монумент. Ну, я бы, наверное, центр коммерции строил. Че уж тут. Шесть ходов. Куда расти есть. Так, в Буде. Зал для приема следующим ходом. И я, наверное, Магнуса буду. Или, подождите. Вырубайте что-нибудь тут планирую. Ну, вообще, вот в Пеште можно много чего. Ну, как много. Ну, как много. Ну, вот эту клетку и эту, да? Ну, хотя бы. Хотя бы. Так, этим я буду тут вырубать. Но я уже Магнуса не буду ждать. Так, а в Волине сколько стоит провести? 180. А что у нас по... Ну, вот я в Иерусалиме хотел тоже провести. А, кстати. Вот тут 90. Вот тут, кстати, можно следующим ходом. Чисто ради двух апостолов. То есть, и я думаю, что я... Этим... Лучше буду действовать. Арбалетом. Чем Волин. Эээ, вот это что такое? Туда прискакало. Вот это мне не нравится. Так, удваивает очки. Давайте торговцев. Ну, куда вы сейчас запретят вообще торговцев набирать? И 100% к производству зданий. Мне бы и кампус, чтобы тебя и кампус этим... Универы быстрее построить. И промышленная зона тоже была. Ну, хотя... Нет, кампусы. Ну, я не могу... Я только по одному голосу могу подать, к сожалению. Так что будем просто надеяться. Я думаю, какая-нибудь фигня пройдет. Вот. Ну, с кампусом прошло, кстати. Еще... Ну, удваивают ученых. Мне вообще не надо. Блин, а что, Иерусалим кто-то перекупил, да? Я как раз не могу... А, вот поэтому сюда и пришел. Что Иерусалим-то... Так, ну, мне надо одного буквально... Давайте, наверное, морскую традицию тогда дооткрываем. Мне надо двух послов, чтобы Иерусалим купить, провести мобилизацию, ну и окончательно получить послов. Так, дальше. Виктор, Мокша... Блин, может, Виктора? Ну, и все-таки Магнуса сюда. Тут есть что вырубать. Тут... Пока ничего не будем. Так, здесь... Поскакали. Наверное, эту лошадку мы приговорим, к сожалению. Ну, пускай он разносится. Тут мне не страшно, он никак на меня не влияет. Поэтому... Просто только откуда он пришел. Сумя ходов 13. Я вообще доберусь хоть до какого-то горя. Я просто этими, думаю, пограбить там. Так, он не ваншотается, поэтому если я тут встану на один ход, то вытерплю. Мне надо 90 монет, я хочу... Так, один ход. Это следующим ходом я тут использую этого чувака. Ага, ага. Так, и универ следующим ходом. Тогда в Сегиде отложим один ход. Тут шахты. Пеште зал для приемов. Это значит, что в Будде можно расти, кстати. И Амани у нас в Шингите? Нет, в Болонии. Может мне, кстати, из Болонии убрать тогда? Я ж Амани даже... И не прокачал до кукловода. Давайте... Может, знаете что? Может, просто... Не, ну, я быстрее морской традиции, так? Может, еще какой-нибудь город тогда подкупить? То есть я сюда, в Иерусалим, мне нужен один посол. Морской традиции я получу два. Причем через два хода, а Амани пять ходов пересаживается. Я одного получу за Союжу. И сразу куплю этого арбалета и еще два посла. То есть в Иерусалим надолго. Если я из Болонии убираю, то у меня тут пять послов. Вряд ли Александр перекупит быстро. Так. Шингетия. Шесть-три. Тоже вряд ли. Поэтому, я думаю, можно в Маскат. Попробовать Маскат перекупить. Или... Какие у нас еще города? Ну вот, понимаете, почему Маскат хочу? Потому что в него я могу караваны отправлять. Все остальные города-государства, значит, надо только, если там какие-то прикольные бонусы. Нанмадол Магадиша дороговато будет. Канди. Ну, с одной стороны реликвия. А с другой стороны я всего за два посла могу. Блин, ну она прям тут... Давайте попробуем в Канди. Мне Канди, в принципе, нравится. Амани. В Канди? А, видите. Да, вот еще в чем проблема. Я не могу отправлять туда, где я веду войны. Ну ладно, видимо, надо в Маскат и... Пытаться четыре посла сразу там получить и Аманин в кукловода прокачивать. Видимо, так. Иначе бессмысленно... А, я и с Маскатом веду войну уже. Ну, наверное, просто некуда пока посылать. Ну, просто я в Иерусалим будет долго. Я лучше Болонию тогда подержу. Жаль, жаль. Так, тут вырубаем. Значит, тоже оставляем производство в Пеште. В Пеште, видимо, строителя. И, наверное, Магнуса в Пеште все-таки. Несчастья начинаются. А, так, тут я откладываю, я забыл. Тут откладываю и все гиди откладываю. И, в общем-то, тогда ход заканчиваем. Ну, приказывает, что вот португальец не понимает, что город к нему отваливается, и он его обстреливает за чем-то. Фрачник сделался в Эмори, и там по арбалету работает. Кайф. Так, значит, в Буде универ. В Сегиде универ. Тут почему-то рыцарь свалил куда-то. Да, слушайте, сразу банк. И он, что, вот он прям сразу работает? Видите, я банк не открыл. Я банк не открыл, да? Но великого человека, который сразу дает и рынок, и банк, я использовал. Теперь смотрим. Да, слушайте, плюс пять. Прикол. Ну, поехали тогда. Кампус. Сразу. Так, здесь. Здесь этот. Ведук. Нам бы, конечно, и караван еще построить. Но пока негде. Техолеселитру. Обрабатывать. Я вот даже не знаю. Обстреливать мне город. Наверное, стоит. Тем более, что он там, по-моему, ничем его взять не может. Там у него только арбалеты. Так что я беру этот город. Я просто его уничтожу. Чтобы он португальцу не досомнил. Мне он, на самом деле, тоже нафиг нужен. Я вот эти два... Как его? Два... Табака просто выкуплю в Кейсиге. Ну, видимо, за 44 науки умирает лошадка. А что я открыть хочу? Книга печатания, наверное. Кстати, хорошая штука, чтобы дипломатическую видимость увеличить. С другой стороны, я бы и в дамбу пошел. Слушайте, мне нужна лесопилка. И мне нужна... Ну, промышленная зона у меня есть. Лесопилка нужна. Ладно. Ну, коню тут хана. Чьи-то границы. Как вы думаете, чьи-то явно не португальцы? Ну, в общем, я бы не встречался с обладателем этих границ. Водяная мельница в Диере. Так. Ну, теперь, наверное, строители надо. Или торговцы. Давайте сначала торговцы. Тем более, что мне негде больше строить. Ух ты, выжил. Так, ну я, наверное, караван тогда разграблю. И, может, еще один... Скифа встретил. Хорошо не в соседях? Ну, это, наверное, вот это как раз границы Скифа, скорее всего. А, это она союзница на Газгаргаму, наверное, была. Слушайте, а на Газгаргаму тоже, по-моему, прикольное что-то дает. Цена покупки всех наземных боевых юнитов. Ну, это прикольно, но мне есть куда золото тратить. Так что, видимо, нет. Так, я должен объявить войну с Скифией. Ну, это у нас Газгаргаму, да? И Газгаргаму всем войну тоже пообъявлял. Ну, давайте вот тут встанем. Не буду переходить на другую сторону. Торговца. Вот это хороший, кстати. Одного и посла еще дает. Для каждого специализированного на район. Отличный. В моем случае отличный торговец великий. Где он? Его сразу заюзать. Ну, плюс 3 вход добавил, но все равно. Так, продолжаем в Волен отправлять. Так, Иерусалим. Союзим. И покупаем этот арбалет. Просто, ну, как всегда, какой-то в жопу его кинуло. Вместо того, чтобы сюда перекинуть, чтобы я мог обстреливать. Ладно. И у меня еще 108... 108 монет. Может апнуть этого Владника. Тем более, что у меня еще стоит скидка. А этого в рыцаря... 80. Ну, тут я ничего нового не ставлю. Дальше иду в гильдии, потому что у меня в морской традиции нифига не надо. На самом деле. Так, ну что, забираем Эвору. Кайф. Ну, не должен он мне, вроде, убить рыцаря, хотя... Не факт, как говорится. Так, вот тут этот латник что-то куролесит. Мне не нравится. Бегала в Будду. Блин, ну в Болонию не хочу, тут разграбят. А мне надо именно из Дьера... Ну, видимо, в Иерусалим пока отправлю. Именно из Дьера, потому что здесь священное место... Ну, у меня из Будды и из Дьера самые дорогие бегают. Караваны? Пять. Хм. Слушайте, а давайте... Блин, я забыл, что я апостола хотел еще одному. Укрепим до конца религию, здание возьмем. Вспоминаю, что у меня еще защитник веры, между прочим. Нет, моя религия. Церковная десятина, защитник веры, религиозные события. Какой-то... Ну, там, по-моему, остались три здания таких. На самом деле, левых довольно. Давайте я, наверное, в Дьере вот тут фермы обработаю, потому что тут водяная мельница стоит, но она не работает без ферм. Ну, вот это точно смерть. Пятьдесят монет всего. Зато порту открыл. Фаро, к сожалению, столицу не так и не открыл. Так, акведук в Мишкульце. Это у нас увеличилось производство в промышленной зоне. Священное место. Нету ничего нормального. Кампус. Ну, все на плюс один. Конечно, грустно. Может тогда... Блин, у меня там даже баня. Уникальный район у меня. Не уникальный район, а уникальное здание. Не баня, как она называется? Купальня. Купальня. Давайте глянем. Венгрия. Купальня. Она еще, тем более, она зоопарк заменяет, по-моему. Я еще зоопарк даже не открыл еще. Плюс два к довольству, плюс два к производству всех сценарных пределок шести клеток. Бонусы активируются в городах один раз и не увеличиваются за такие же здания в пределах. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, имеет смысл. Именно... Причем именно в Мишкальце, возможно. Надо где-то вот здесь ставить, я думаю. Но не сейчас. Не сейчас, но... Давайте я вот так отмечу. Развлекательные комнаты. Хотя бы когда я этот самый зоопарк открою. Где он вообще открывается, эти... Ну, купальни. Купальни. Не зоопарк, а купальни. Блин, что-то вообще далеко. Вот тут, да? В естественной истории. Ну, тогда еще строителя. Так, там мы в госслужбу идем. В сегиде нету счастья. В сегиде нету счастья. В сегиде нету счастья. В сегиде нету счастья. Тут, я думаю, я куплю эту клетку для Мишкальца. Потому что в нем вообще практически нету производства. А, хотя и в Будде 25. Ладно, тогда, наверное, для Будды. С другой стороны. Что я там в Будде хочу? Ну, вообще, я еще про промышленную площадь... Да, давайте, наверное, для Будды купим эту селитру. Ускорили нарезные стволы. Два универа сделаю. Надо в следующем ходу просто книгопечатание будет отложить. Да, минус коник. Ну, рыцарь выжил. Отлично. Тут надо тоже побыстрее эти клетки повыкупать, я думаю. Он поставит город опять, и опять я без... У меня с другой стороны есть табак. Просто можно будет монополию поставить. Довольство в городах с гарнизоном. Кстати, тоже можно поставить. Давайте, наверное, поставим... Я сейчас подумаю где-нибудь еще юнит апнуть, возможно. Так, здесь... Так, отходим и по арбалету работаем. Здесь никто не появляется. Не знаю, может рыцаря сделать? Мне надо же кого-то убить рыцарем. Это ускорит у нас что? Вот. А уже ускорено. Я уже кого-то убил рыцарем, так что, наверное, не будем. Давайте латников. Мне надо три латника, кстати. Вот этого давайте. Нет, три линейных. Я забываю, что три линейных, а не латника. Ну, не важно. Так, а не ударит ли меня больно здесь? Ладно, давайте сюда встану. Пускай атакует, если хочет. Так, тут мы, конечно, ждем прибытия Магнуса, но можно уже... Значит, я хотел вот здесь вырубать. И что я там буду ставить? Наверное, кампус. Хоть плюс два. Ну, это как бы будет... У меня тут полуромашка с этой стороны. Ну, мне не хватает жителей, к сожалению. Так, а пешит вообще без шансов на рост? Давайте вот так я сделаю. Пять ходов. Водяная мельница. Ну, кстати... С пшеницей... В принципе, можно. Три хода как раз. Ага, восемь. Ясно. Не три. Ну, мне надо в единомельце, чтобы город до семи вырос. И проповедуем верование. Что у нас там осталось? Пагода, мечеть и храм огня. Ну, я, наверное, мечеть возьму. Плюс один к распространению религии. Так, и покупаем, потому что это увеличит выхлоп денег от караванов из-за нашего верования. На плюс два, по идее. То есть, например, вот у нас из Буды... Бегает... Иерусалим, да? Плюс девять. Ставим мечеть. Ну, должно быть плюс одиннадцать. Посмотрим следующим ходом, короче. Ну, лесопилку, очевидно, надо уже сделать. Так, здесь... Здесь нам надо, наверное, в индустриализацию просто идти. Вот так. О, через... Так, что нам тут важнее открыть? Давайте подумаем. Массовое производство нам нафиг надо. Военная тактика нафиг надо. Наверное, дамба. Давайте с дамбы тогда начнем. Это все на морские штуки, которые нам не нужны вообще. А что-то там астрономию еще можно ускорить. Ну, тут у меня все ускорено, в принципе. Так, что пока так. Ну, я, наверное, постою здесь просто. Это же... Так. Два посла. Ну, у нас семь в Болонье. На втором месте у Александра. Два. Шесть в Шенгете. Три у Жуана. Семь в Иерусалиме. Четыре у Александра. Просто копим пока. Ну, и Волин Виктория, два. Просто пока копим. В Буде Универ через три хода смогу еще какой-нибудь район. Естественно, промышленную площадь. Так что три хода, наверное, просто... Строителя. Кстати, строителей я несколько штук строю. Можно на них что-нибудь поставить. Давайте. Скидка в золоте. Ничего не буду пока улучшать. Ну, вообще осталось не улучшенное. Два война. И тяжелая колесница. Войны. Шестьдеточек. То есть, сто двадцать, если с карточкой. А тяжелая колесница. Восемьдесят. Двести монет надо на улучшение. Ну, наверное, не сейчас, очевидно. Плюс два влияния. Блин. Ладно, просто вассалы поставлю. Это тоже, наверное, надо будет заменить. Наверное, все-таки не вассалов заменю, а воинскую повинность. И... Ну, и, наверное, все-таки пока все. Гражданский авторитет, конечно, круто. Республиканское наследие было бы круто, но я античную республику не брал, потому что... Ну, вот новый строитель я хотел поставить. Я вспомнил вместо... Давайте, наверное, поставлю. Буквально на два хода. И мне как раз за два хода... Раз строитель и два строитель. С двумя дополнительными действиями, кажется, очень неплохо будет. А, и тут надо будет мечеть купить, конечно же. Вот за Венгрию, если вам не надо всем войну объявлять, очень качественная стратегия. Ну, реально, пришел этот варвар и атакует моего арбалета. Вот именно мой арбалет атакует. Так, я забыл вот про эти юниты. Так, а черная армия? Мне бы черную армию все-таки сделать. Другой стороны, а что мне усиливать это еще? Ну, можно будет баллонию, например, усилить. Кстати. Кстати. А в этом есть идея. Построить черную армию. У меня селитры дофига. Выйти в порох. И просто, ну, опять у баллонии скупить эту армию. Апнуть в этих. Только 240 надо монет. Апнуть в мушкетеров. И пойти снести нафиг... Таки, Португалию. Сколько очков? Пять очков великого полководца. Ну, тут Вьетнам скорее. Блин, там классная. Жанна Дарк реликвию дает. Зепская. Так, тут у нас вот эти ребята. Надо, наверное, помочь Волину опять. Ну, все, кто со мной воюют, конечно, с армией у них проблемы. Зато у всех остальных 1200. Так, тут мы ждем Магнуса прибытия. Проверим. Да, видите, плюс 11. Я говорю, там просто не обновилось в тот раз. Плюс 11 стало после постройки этой штуки. Так, ну, нам надо из Будды, наверное. И тут я могу в баллонию. Ну, тут я побаиваюсь. У меня вроде из Будды... Так, мои пути. Ну, вот, и Иерусалим надо будет из Будды отправить. Еще один заряд. Опять же, кукурузу. Не хочу апельсин и кукурузу. Ну, нету мне смысла торопиться пока с порохом. То есть мне, как минимум, надо черную армию построить. Сколько вот она строится? Четыре хода. Ну, вообще, как раз. Ну, вот сейчас мне надо один ход открыть что-то. Ну, блин, мне бы все-таки и контрфорс. Давайте мы контрфорс откроем, потому что дамба нужная штука. Вот здесь вот стопудово надо ставить. Колизей построили, жалко. Блин, может... Может сделать миссионера и Секиш Херихвар и Иерусалим обратить? Сколько стоит? Восемьдесят. Давайте миссионер. Тем более, я тут уже... Я построил мечеть, которая дополнительный заряд дает миссионеру. В Диере торговец. Ну, я позже куплю мечеть здесь, в Диере. Мне кажется, миссионер в данном случае тоже качественно, чтобы улучшал. Так, два хода. Ну, давайте тоже строителя. Ну, правда, здесь я уберу карточку на плюс два. Я тут поставлю на... А, зачем мне убирать? Кстати, наверное, не уберу. В принципе, норм. Оксфордский... Вот куда это он тут... Поехал своими юнитами, интересно. Возрождение, банковское дело, реформация ускорилась. Книга печатания открыта. Так, ну что у нас? Восемьдесят науки. Чуть догоняем. Так, значит, здесь точно ставим ремесленников. Наверное, все-таки вместо новых строителей. Мне надо... Мне вассалов тоже надо оставлять. И... И... И надо ставить карточку. Блин, давайте глянем, что мы дальше открывать будем. У меня торговую республику. То есть это ярмарки три хода. Вот на три хода нам надо какую-то карточку. Блин, торговая республика так долго будет открываться. Монархию. Монархию. Понимаете, в монархии... Хотя два универсальных будет, да? Блин, может реально монархию тогда пока поставить? Давайте монархию открою, и потом я пойду в торговую республику. Что там больше карточек я смогу сделать, так? Теперь здесь... Вырубаем. Есть водяная мельница. Крутится, вертится. Так, веду к некуда. Может черную ар... Блин, заочил, может черную армию. Ну, здесь как-то долго. Все-таки... Здесь вот в будде можно отложить на один ход. И... И сразу промышленную площадь ставить. Поэтому не хочется здесь черную армию строить. А тут у нас... Холмы. Тут, кстати, тоже надо обработать. Вырубить. Так. Значит, тут пропускаю ход в буде. Видимо, в Сегиде надо. О, блин, я тут район могу строить. Так, а что здесь у нас с промышленной зоной? По плюс одному. А, сюда, к веду, к сюда промышленную зону, да, например. Но, есть еще вариант промышленную зону здесь в полуромашку куда-то добавить. Жаль, не дотягивается ничего. Ну, то есть, для примера, я мог бы сюда промышленную зону, тут будет плюс один от камня, от каменоломни. И здесь от района и от этого. То есть, тут была бы плюс три промышленная зона. Но, тут просто такие, это можно оставить для чего-то, для театралок, например, тех же, да. Давайте, мне нравится эта идея, что, наверное, сюда все-таки акведук. А, сюда промышленную зону. Причем, я, наверное, сначала бы промышленную зону... Но, вообще, сначала надо, опять же, строитель. Да блин, что я залучиваю тут случайно, постоянно все? Блин, строитель четыре. Ладно, давайте тут строителя. Я бы, кстати, вот тут, может быть, и построил черную армию, реально. Сейчас я вырублю тут... Хотя, не, не для этого, блин. А здесь сколько? Четыре... Во! Вот тут мы черную армию строим. Зашибись. А что тогда мы здесь строим? За счет до семи расти и расти. Копейщика неинтересно. Так, акведук, рано. Еще одного строителя? Что, вырубать лес под строителя? Ладно, давайте пока строителя. Так, все кишперехваря построили центр коммерции. Давайте рынок. Так, вот тут надо арбалетом... Да, я бы, наверное, во-первых, взять... Какого... Я бы, наверное, Рейну в Эггер посадил, чтобы быстрее там клетки выкуп... Или вообще сюда. Кесик. Но я не думаю, что здесь будет... Португальск, какой-то город. Я могу на каждый ход, кстати, так вот ходить проверять просто. Что-то я очень сомневаюсь, что Португальск будет какой-то город ставить, в принципе. Кстати, в Кесике можно... В следующем сразу центр коммерции бахать. Слушайте, так вот приходится прям тютелька в тютельку, иначе мы проиграем. Наверное, все-таки Рейну в Эггер. Я хочу вот эти клетки тут, чтобы и горные быстрее захватились. Так, дальше в Пеште счастье есть, он растет. В Будде отправляем в Иерусалим. Караван. Здесь подходим. Здесь подходим. Этого... Секеш Перехвар сначала. Этим арбалетом я бы, наверное, вот сюда пошел. Или вообще туда-обратно. Так, давайте поставим карточку, наконец, на апгрейд юнитов. Новые строители. А-а-а, я что-то сюда хотел другое поставить. А-а-а, я же хотел бонус соседства промышленной зоны. Давайте сюда. Вот так делаем. Теперь апаем этого. Куда подходим. Так, тут у меня пока железа будет, по-моему, не хватать, да? Что здесь не хватает. Но у меня, по-моему, два буквально... Два дуболома и... Не, даже один воин. Один воин и одна колесница остались для апгрейда. Нормально. У меня железа мало. Накапливается. Блин, давай ты только не будешь тут в баллоне убивать латников. Как-нибудь. Я... Иначе у меня мало мушкетеров будет. Ай, ладно, давайте здесь апельсины обработаем. А вот этого рабочего отправим там фермы делать. Ну, он же не должен ваншотнуть, наверное. Ой, блин. Чё и тагма там. Вот это... Опасненько уже. Так, я откладываю. Ну, вроде... Да, очень длинные ходы. Но согласитесь, надо подумать. Тут надо подумать. Чё-то... Византия решила, как всегда, юниты потерять. Так бы не используется. Видите, она ни с кем рядом не стоит. Так, есть контрфорс. Теперь идём в порох. Вот так. О, кайф. Убили арбалета. Так. Тварина всё-таки убила... Латника. А-а-а-а! Я его не убил! Чёрт! Не получу очков... Ну, блин. Так, начинаем промышленную зону. Плюс пять будет. Ну, то есть плюс десять, когда я её построю. По-моему, зашибись. Так, и из Будды в Болонию продолжаем. Ой, а кто это тут пришёл? А, такой-то в уровень. Тогда давайте так убьём. Шесть очков полководца. Не, ну тут, конечно, далеко. Всё-таки уволено не настолько крутой бонус, как хотелось бы. Конечно, это, наверное, стоило бы совмещать с военными лагерями. Чтоб оно вместе так накапливалось. Ну, скифы скачут. Тут у нас уже... Мушкетёры в Гангасгаргаму. Ну, ладно, это не мои юниты. Я тут чисто... Очки понабирать. Может, надеялся что-нибудь пограбить. Ну, как-то... Не видать ничего. На пограбить. Диер нуждается в довольствии. Я сам нуждаюсь в довольствии. А, ну он сюда вассал встанет, по идее. И появится довольство. Нет, не появилось. Нееет, блин. Блин, неужто он волен возьмёт всё-таки Византия? Потому что там уже такие... Так, ну ставим монархию. Конечно, 20% юнита опыта мы плюс 4. Но это мы как в наследии сможем взять. Плюс 4. Так. Значит, плюс 2 влияния. Пока я не знаю, куда послов отправлять. Соседство. Это нужно. Но вот это можно пока убрать. У меня нету железа, всё равно апать. Что, давайте так поставим. Кавалерию не буду ставить. А там чёрный этот сделаю так. Стены тоже не нужны пока. Ну, давайте олигархическое наследие. Точно. И... Золото от торговых путей. Или бонус соседства для центра коммерции. Новые строители. Давайте, наверное, плюс 19. Ну, кайф. На тебе 6 очков. Полководца. Блин. Где я тут видел? Вон там арм. Давайте мы Баудику попробуем заюзать. Ну, то есть... Она уже скоро закончит. Видите, она для юнитов. Юнитов античности и Средневековья. У меня сейчас будут юниты возрождения. Так, тут почему-то Александр решил юниты свои все послевать. Не знаю, зачем он это делает. Минус раз юнит. Минус два юнит. Александр Македонского. Самая маленькая армия уже. Я, конечно, понимаю, с какой бы радостью Византия, Македония и Португалия со мной мир заключили. Ну, я бы тоже с большой радостью, но меня зрители не дают. Мир заключить, в смысле, не дают зрители. Так, а как мы тут на Болонию влияем? О, Кесик стал. Вот Кесик бы я... Так, мне надо будет все-таки какого-то одного апостола. Чтобы он как-то посильнее действовал. Эгер. Волин. Ну, блин, тут вот тяжело, потому что Византия убивает юниты и в свою религию обращает. Понимаете? А что там у нее? Реликвии утраивают. Ступа один к довольству. Военные юниты. О, блин, Крестовый походу это хреново, конечно. Эгер больно будет. Если Волин захватят, то Эгер тяжело будет удерживать. М-да. М-да. Хм. Пять ходов до семи жителей, да? Кто у нас тут вообще... Так, все вроде... Все вроде правильно. Ну, давайте сюда переведу этого строителя. Какой-нибудь Сегет, наверное, помогать. Тут я хочу сначала селитру еще. Помогу тут с латником. Блин, минус один. Да, мечеть сначала надо купить. Пайм мечеть, потом уже что-то... Так. Пора... Думать о промышленной зоне. Наверное, пора ее ставить. Она, конечно, будет сейчас ноль вообще давать. Но сначала ее лучше поставить. И тут еще непонятно, где строить дамбу. На этой клетке или на этой. Ну, тут не убивается. Наверное, так встану и апну. Сколько у нас ходов? Еще шесть. Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес, у меня такое ощущение, что не работает. Сколько раз его не союзил, как-то не очень много... Довольства. Дается. Но, кстати, в данном... Можно попробовать. Всего три посла надо. Откроем средневековые ярмарки. Там первый посол. Есть что-нибудь у нас на большое количество послов? Нету. Что тут торговца не скоро? Можно попробовать за союзь Буэнос-Айрес и скупить его армию. Так, универ. Ну что, до сотни я сейчас добью науку. Не, пускай быстрее строителя сделает. А еще я забываю смотреть, какие задания уже засоюжены. Создать копейщиков. Создать гавань. А у Иерусалима нету за... Ну, гавань я не могу, а вот копейщиков могу. С другой стороны надо ли? Ну, а почему нет? Два хода. Например, в Мишкульце. Ладно, я подумаю. Ну, пока нету смысла в Болонии покупать. А пока еще черную армию подведу к Болонии. Так, что построили? Биг Бен. Биг Бен это круто. Все, минус один. Блин, а там уже мушкетеры. Ныне Венгрия будет доминировать на полях сражений. Ну, это не точно. Это не точно. В Буду бегал. Так, мне надо... Доступные пути. Из Дьера в Болонию. Да, вот теперь из Дьера, кстати, можно отправить. Теперь тут становимся, лечимся. 200 силы армии у Александра. 300 у португальца и 280. Так, что тут с Волином? Может, уволено купить этого арбалета? 90. Давайте, наверное, куплю. Там я накоплю еще на Болонию. А, тут 160 всего лишь. Это вообще нормально. Просто, чтобы 6 послов было. И я считаю, что я все-таки юнитами лучше управляю, чем ГГшка. Так, тут тоже на какие у нас вообще уже из Дьера и Будды бегают. Из Будды в Волин, Юрусалим в Болонию. Из Дьера в Юрусалим, Волин. И в Болонию опять перекинул. То есть, 6 уже бегают, а у меня еще 2 лишних. Тогда давайте из Кесига отправим дорогу. Напоминаю, черная армия дает плюс 3 боевой мощи за каждый соседний мобилизованный юнит. То есть, получает плюс 3 мощи. То есть, вот и... Ну, тут всего 2 будет, правда. Может, мне подождать еще. 5 ходов. Ну, я хочу... Ну, я хотел Копейщика. Давайте сделаю тут Копейщика. Выполню задание Болонии. Миссионера. Гуру. Ну, я бы все-таки, наверное, взял Апостола. Еще одного. Чтобы... Какую-нибудь прокачку, чтобы сильнее обращать... Я бы Кесик и Болонию от Ислама очистил. Постол 230. Ну, следующим ходом можно... Кстати, в Диере просто. В Диере и пойдем обращать. Тут рынок. Линк Кампус. Науки нету вообще нигде. Хоть какой. Кстати, тут дамба. Ставится Акведук. Ну, и, соответственно, промышленную зону сюда можно будет, да? А дамба, например, вот здесь будет быстрее, а не 15 ходов строится. Давайте попробуем. 10, видите? Ну, просто тут очень много заливов, может быть. Лучше от этого избавиться сразу. Давайте сюда Акведук. Сюда у нас промышленная зона встанет. О, могу сейчас его убить. Так, уже стоит дольше. 270 военных очков. Нет, тут бегут за моим арбалетом. Не, ну, так-то он его не убьет. Тут лечимся. Что тут засветили города Александра? Ну, наверное, стоит сюзеренить, потому что следующим ходом... То есть у меня сейчас... Я когда сюзереню теряю ход... Ну, мобилизую, точнее, мобилизую. Теряю ход. Следующим ходом апгрейджу тоже теряю ход. Блин, ну, со стенами, конечно... Бомбарды может построить все-таки. Кстати, в Пеште еще неплохо было бы Часовню Великого Магистра сделать. Да, тут мы один ход откладываем, чтобы тут все вырубить и сразу акведук сделать в Будде промышленная зона мастерская. Тут, конечно, опасно. Если бы вот человек играл, вполне мог бы отсюда ко мне прибегать. Он бы понимал, где у меня слабые места. Давайте я вот эту... Этот лес подрублю на Часовню Великого Магистра лучше. Так, а тут дальше рабочего давайте строить. И давайте один ход тут построится, потом переключу. Как они вообще по науке где? Ну, я типа на эпоху отстаю. Это, в принципе-то, неплохо. И опять же, открытие пороха и мушкетеров делает мои города на данный момент неберущимися. Торговца. А, да, я вложил. Так, давайте мы в Будде торговца построим. Это непонятно, откуда его... Куда посылать? Мне вообще надо бы еще в одном где-нибудь священное место сделать. Я бы в Сегиде сделал, но не хватает жилья для него. И знаете что? Ну, долго серий, долго ходы. Я думаю, что на сегодня тогда я пока закончу. Продолжу уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Тяжело, тяжело. Ничего не скажу. Эти постоянные войны на Пангеи, это намного сложнее, чем мы тогда за Аравию играли на острове. Но спонсоры канала могут сейчас поискать уже продолжение о вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.